мало, вот, и Алексей тоже предлагал такую презентацию, вот мы все-таки решили, что у нас есть интересные очень события, и потом, так как нас мало, может нам еще и подсоединяться Николай, Елена что-нибудь расскажет, да, может, Таня, Екатерина, всех приглашаем, вот, меня зовут Олег Тарасов, да, кто еще не выучил, вот, я являюсь партнером компании, сначала я был просто инвестор 2015 года, вообще просто не инвестор, а просто был наблюдатель, вот, но спасибо Алексею, в 2016 году он меня подтолкнул к хорошему действию, инвестировал, а вот в 2020 году я начал активно развивать поле деятельности, развил такое огромное, в общем, но все равно у меня, как говорится, них, чувствую, что зудит, хочу двигаться дальше, вперед, вот, с Алексеем строим планы, чего и вам желаю всем, тоже, в общем-то, сейчас очень хорошие новости, и даже те люди, которые сейчас приходят, они будут вам благодарны за то, что вы их пригласите в этот проект. Ну, для, все-таки, я всегда говорю, этот слайд я оставляю, вот, философия Skyway Анатолий Эдуардович Юницкий, вот, на этой фотографии, да, еще вот зимой первые, юни, юнибайк, да, вылетел, да, спасибо, поэтому тебе говорят, что иногда вылетает слово и не можешь подключиться. Вот, транспорт должен быть решением проблем, а не их источником. Система Skyway переносит грузопассажирские потоки в отдельное пространство на второй уровень. Skyway – это надземная эктотранспортная система, в которой движение организовано при помощи подвесных рельсов, натянутых между опорами. Скорость подвижного состава может достигать 500 км в час, а его движение регулируется автоматически. И вот это надо уже выучить наизусть и понимать, хотя бы быстренько говорить, что такое. Ну, я знаю, что Анатолий Эдуардович иногда говорит, чтобы быстро понять, это воздушное метро. Тоже многие понимают, так Леша любит говорить, что это горизонтальный лифт. Вот снялся языка, да, горизонтальный лифт. Да, да, горизонтальный лифт. То тоже интересно, видите, там нету водителей, как раньше стояли лифтеры, да, работали, открывали дверки, закрывали, кнопочку нажимали. Вот, Леша, так и представляешь, что мы будем садиться в такое замечательное электротранспортное средство, летящее со скоростью пули, да, нажимать кнопочку, вот, и через какое-то время уже оказываться там, куда ты загадал. Такая, можно сказать, уже начало телепортации, да. То есть... Первый шаг, да. Первый шаг телепортации. Да, ну, опять-таки, я говорю, множество было статей. Мы с вами это вот начали, у нас был январь, февраль, март, апрель. Такой вот действительно богатый на вот эти все события. Были радиоэфиры, были телевизионные эфиры. Мы вам с вами об этом говорили. Поэтому такое вот, скажем так. И для тех, кто, в общем-то, все равно, те люди, которые, может, будут посмотреть впервые, мы говорим о том, что действительно вот этот вот ковид и вообще вся мировая экономика подверглась огромному такому землетрясению, там, десятибальному, да. Когда крупнейшие мировые бренды просто объявили, объявляли о банкротстве. В общем-то, поэтому я в прошлый раз говорил, Виктория Secret, все женщины любят это белье, да, Zara, вот, Chanel, духи номер пять, мы еще знаем замечательного фильма, да, «Гриллиантовая рука», вот, тот же Патек Филипп, знающий Rolex, люди, любящие дорогие часы, да, тоже, в общем-то, проблемы огромные, вот. Вот, поэтому даже тот же Nike, который обувь, да, в общем, потеряет вот 23 миллиарда долларов, ну и так далее. В общем-то, тут движется-движется все к тому, что мы говорим даже вот Starbucks, помните эту рекламу, в свое время она, ее хорошо прорекламировали КВНщики, когда этого человечка с мороженым там, каждый хотел прогнать, да, вот. Ну и цирк Дюйсалей, вот, уволил три с половиной тысячи сотрудников, может быть, как-то они восстанавливаются, недавно смотрел интервью с запашными, вот, и они тоже сказали, что звери страдают полгода, у них вот нет выступления, думаю, боже, бедные звери, выпустите их уже в сауны, пусть они идут, и действительно, вот наш транспорт, он действительно говорит о том, что мы можем видеть зверей вот в этих вот в запасниках, в закрытых таких огромных территориях, когда мы можем над ними парить и видеть этих зверей диких действительно в их непосредственной среде, а не видеть их в цирке, когда они там, в общем-то, я тоже против цирка с животными, но вот они тоже выступали, что у них звери, понимаете ли, переживают, почему они не видят зрителей, и, говорит, первый раз, когда вышли тигры вот сейчас, то, говорит, они очень удивились, кто, и, говорит, очень внимательно смотрели на людей, говорю, хотели, наверное, сожрать, наверное, тигры, вспомнили, кто они есть на самом деле, ну, вот такое интервью было, поэтому, в общем-то, это, скажем так, наиболее известные такие, ну, вы знаете, что каждый и предприниматель страдает, и вот у нас тут Ждановичи рядом, там вообще тебя кидаются, чтобы только ты подошел к их киоску, там, или что-то купил, какую-то кофточку или джинсик, и, в общем-то, уже страшно стало заходить, ну, да, тяжело людям выживать, вот, поэтому мы с вами находимся дома, в теплых креслах, с чашечкой кофе, чая, воды, водички, просто вот попиваем, рассказываем по всему миру, я очень, как говорится, тоже говорю, что у меня моя Наташа, то есть и жена у меня Наташа, и сестра Наташа, и тетя Наташа, у меня, в общем, Наташ много, вот, ну, вот моя сестра непосредственно говорит, Олежа, как, огромное тебе спасибо, в нашем локдауне в Испании нельзя даже в Барселону сесть, мы живем 12 километров до Барселоны, нам нельзя туда поехать, штраф 300 евро, вот, поэтому, вот, если бы не вот этот бизнес, который ты предложил, ну, сначала как инвестор, вот, я бы вообще не знаю, что делать и как бы моя жизнь повернулась. Вот сейчас Наташа очень счастлива, у нее большие, большая структура, вот, ну, я счастлив, потому что Наташа большая структура, ну, и так далее, да, вот, и Леша счастлив, что у нас такая ветка развилась, вот, ну, и, в общем-то, это очень здорово, что мы с вами вещаем, вот, из такого своего теплого места, да, по всему миру, и при этом мы получаем с вами свои дивиденды и делаем людям добро и делаем, привлекаем их в такой замечательный бизнес, вот, поэтому я очень рад. Ну, я опять-таки повторюсь о том, что, опять-таки, не только сфера, допустим, торговли потеряла там и какие-то украшения, вот, а тут также, видите, и прокат автомобилей очень известная, банкротствия завела компания, грузовиков, даже, вот, видите, казалось бы, да, вот тоже, ну, разные компании рушатся и так далее, вот, компания, меня, конечно, больше всего удивило, что самая надежная авиакомпания, я пользовался в свое время ее услугами, эмират, вот, когда жил и работал в эмиратах, конечно, компания замечательная, таких самолетов не видел, я вот говорю, когда будет три семерки, для меня это произвело впечатление, даже у меня подруга из которой не верил, что такой есть самолет, я говорю, ты что, она, нет, есть только 747 или 737, нет, есть три семерки, вот, это было, конечно, очень здорово, был такой замечательный полет, в общем, несмотря, что мы сидели в эконом-классе, но по ощущениям, что это как бизнес-классе наша Белавиа, ну, так, вспомним, в общем, был замечательный перелет, но вот, видите, они тоже уволили 30% своих сотрудников, надеюсь, что будет восстанавливаться, хотя я говорю, что мир очень сильно изменился, и вот сейчас опять в очередной раз Турция закрыла свои границы, да, то есть я не знаю, что будут делать эти летчики, которые тоже перевозили вот чартерными рейсами, конечно, это трагедия, так получается, вот так вот потихонечку от большого, каждой семье, каждому человеку она приходит, вот, поэтому действительно надо ценить то, что имеем, и сейчас это очень здорово, то, что мы с вами действительно имеем очень много, и можем помочь людям, и только себе, но и людям окружающим, поэтому, кто еще сопротивляется, все-таки рассказывайте, вот, ну, видите, наш десант, как я уже говорил, что вот мы тоже сейчас ждем хороших новостей из Ханоя, да, где Маслов, вот, и где Франтишек, Солар, да, они вот действительно туда высадились для, потому что работа велась очень много онлайн, но есть работа, которую необходимо провести оффлайн, им там пришлось посидеть сначала 14 дней, они писали, а тут уже я слышал, что, послушал последний репортаж, что на 23 дня их посадили, в общем-то, так вот, чтобы надо, вот, отсидеть вот этот весь карантин, вот, ну, карантин от слова «кваранта» по-итальянски 40, да, ну, слава богу, на 40 дней их пока не посадили, но 23 дня уже, скажем так, продлили карантин. Работа предстоит большая, вот, и я хочу, что в моей структуре тоже, вот, ну, к сожалению, я не вставил этот репортаж, может, Леша потом где-то перекинет, покажет, наша тоже, вот, Оля, это сестра моей, Наташа, то есть и моя сестра, фактически, она сейчас уехала сама по собственной нативе в Латинскую Америку, и вот там она тоже очень сильно все это развивает, и даже сегодня прислала уже смс, готовьте большой автобус, потому что привезу я латиносов сюда, к вам на Экофест, то есть к нам сюда на Экофест, в Белоруссию, вот, готовьтесь, Леша, автобус, я говорю, побежали, уже заказывают. Так что мы тоже в таком, ну, для меня это большая свеча, потому что я уже сегодня Леша тоже высказывал свои эфи, почему мы сидим в тепленьком месте тут, Леша выражение знает одно, я его не буду в эфире озвучивать, но Леша знает, это мое выражение любимое, да, в общем-то, так что надо выходить из этой вот атмосферы такой теплой, все-таки идти к людям, идти не только в нашей стране, идти в другие страны, вот, видишь, какие у меня сестрички, вот, хорошие там ездят везде, тоже продвигают, и там люди тоже были удивлены, где вот она сейчас находится, в Доминикане, поэтому очень здорово, что такие вот есть партнеры, которые тоже заставляют ерзать и двигаться, поэтому если у меня как-то передается вам эта интонация, вы тоже ее обратите на нее внимание. Вот, ну, я тоже уже в прошлый раз говорил, что в этом году будет тоже вот Unitrans, и вы знаете, что уже UST Incorporation участвовала дважды, да, в 2016 году, насколько я помню, да, в 2018, в 2020 мне получилось, но вот уже приглашение получили и, то есть, заявили о себе в 2022 году, я даже уже думаю, что там уже будет непросто, даже вот я сегодня слушал Владислава Волкова, когда он сказал, что к ним, когда первый раз приехали в 2016 году, перевезли вот Unibike, то было так, ну, посмотрели, там, ха-ха, хи-хи, и отошли. Ну, когда привезли Uniflash, Unilet, как мы по-старому говорили, то уже подошли с Сименс и сказали, что, ну, ничего себе, ребята, вы произошли все наши ожидания, мы вообще никак не ожидали и уже стали серьезно относиться и теперь присматриваются. И вы знаете, что сейчас, ну, скажем так, это позже, можно скажу, что, в общем-то, да, вот в этом здании, в девятиэтажном, 10 тысяч метров сидит только КБ, конструкторское бюро, Unisky Streaming Technology, потому что там мы даже, когда с Лешей были, я тоже удивился, что прикладывают пальчики, прикладывают кисти, чтобы никто не зашел лишний и так далее. Поэтому нас дальше порога не пустили, ну, когда мы с Лешей были, да, вот. Но Леша потом, скажем так, в другой раз он был там, вот, внутрь заходил, и мы даже договорились о встрече, чтобы посетить. И сначала вроде бы сказали да, но сейчас вот Надежда Косарева, она, Косарева сказала, что уже это сейчас уже, ну, не получится, потому что есть планы, очень их надо, некогда ходить уже смотреть, уже будем смотреть все в поле, как будет все ездить, двигаться, вот. Ну, надеюсь, что когда-нибудь все-таки мы посетим, вот. Но я хочу сказать о том, что действительно очень большие планы и очень большие секреты. То есть мы даже все не можем, то есть мы не все знаем, а и руководство компании тоже говорит, что все узнаете постепенно, сами и так далее. Ну, вот, Юнитранс у нас, скажем так, тоже будет. И что там будет, я уже не знаю, наверное, будет что-то грандиозное. Может быть, даже уже будет у нас какой-то, скоро мы уже будем строить гипер-ю, наверное, там уже, да, Леша? Тогда, наверное, так уже. У нас скорость растут, как это, десятикратно каждый раз. То есть первый раз в 16-м году показывали, там, 100 километров в час, ну, подвижный состав, потом 500, следующий будет уже, наверное, 1200. Ну, да, в общем-то, и это тоже, думаю, не предел. Вот, это тоже приятная новость. Ну, конечно же, самое главное событие, оно как-то так неожиданно всплыло, потому что вот Максим Исып, конечно же, очень интересно взял интервью. Он взял у Анатолия Юницкого и у Надежды Косаревой. Вот, но я больше все-таки решил остановиться на первом интервью, потому что оно, во-первых, большое, мы всегда ждали, мы всегда вот друг у друга спрашиваем, ну, что там, ну, как там. Вы знаете, что вот Олег Зарецкий очень много рассказывал. Вот, ну, конечно же, Маслов всегда рассказывает интересно, всегда рассказывает Суходоев, Волков. И, конечно же, когда уже вышло интервью Анатолия Эдуардовича Юницкого, я его посмотрел, наверное, раз в шесть, как я и говорил, вот, Леша, что я буду смотреть, пересматривать. Но я решил все-таки тоже, чтобы мы разобрали по крупицам, когда, потому что фиксируешься на каком-то кадре, да, когда ты что-то переносишь вот так вот уже воочию, потому что когда смотришь, ну, интересно, где-то там отвлекся, где-то посмотрел все. Поэтому я говорю, смотрю много раз, вот, но решил вам тоже донести, потому что, возможно, кто-то посмотрит, кто-то не посмотрит. Но, в принципе, давайте, даже если мы смотрели, давайте вот вместе обсудим тоже вот это интервью. Ну, вот Анатолий Эдуардович сказал в первую очередь то, что действительно вот это вот в студенческие годы, когда зародилась идея его общетранспортного средства, общепланетарного транспортного средства ОТС, да, вышла, оттуда именно вышла струнная транспортная технология, система, да. Поэтому я говорю о том, что, видите, от большого пошло к малому, да, то есть к среднему, там, я не знаю, как это сказать, то есть это вот эта вот технология струнного транспорта, Skyway, как и Анатолий Эдуардович говорил, что он действительно назвал это струнный транспорт Юнистского, ну, Skyway, ну, быстрее прижилось, вот, небесный путь, небесная дорога, вот, но действительно это вышло вот с такого огромного ОТС, и я когда читал вот эту вот книгу «Небесная дорога Юнистского», я, конечно, как фэнтези смотрел, читал, и я не мог поверить, что это вот не фэнтези я читаю, а я читаю уже реальную историю, действительно, вот, несмотря на то, что все прикасаешься, все смотришь, все двигаешься, но действительно это до сих пор вот будоражит, впечатляет, и, конечно же, ничего близко я, конечно, все свои другие бизнесы отмел, потому что вот это действительно то, что, ну, я не знаю, мужчину цепляет очень сильно, я очень рад, что меня Алексей все-таки убедил, что здесь надо быть, вот, и Лене Степиной спасибо тоже всегда говорю, вот, потому что она мне всегда звонила, звонила больше, чем мой спонсор, вот, ныне ушедшая от нас, вот, Виктория Буль, она тоже ей огромное спасибо, это вот благодаря вот этим людям я, в общем-то, нахожусь здесь, и я им всегда буду благодарен, вот, и то, что нахожусь в этой компании. Ну, вот, я говорю, от большого к малому идет, вот, понимаете, везде так вот, и если человек хочет, он, вот, он разбирается глубже, глубже и глубже, и вот приходит либо к каким-то результатам, как он пришел, Анатолий Эдуардович, либо я, который смотрел сначала на это все с широко закрытыми глазами, а вот сейчас я уже, скажем так, нахожу тонкости, те, которые могу донести до людей. Вот, ну, вот этот новый офис, где мы с Алексеем побывали, я говорю, конечно, это вот замечательно, то, что вот люди спрашивают, а что там у вас, а где, а это все, машут рукой. Ну, вот смотрите, это девятиэтажное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров, да, но также Анатолий Эдуардович сказал, что у нас всего уже 36 зданий в разных странах, то есть это даже в бизнес-плане не было заложено, что это будет куплено, а это все находится в собственности, то есть, как Анатолий Эдуардович сюда подчеркивает, что мы являемся совладельцами этих сооружений, да, это вот, он так и говорит, это вот его фраза с его интервью, совладельцы этих сооружений наши инвесторы, вот, это общая собственность, которая приобретена за инвестиции, вложена в технологию. Поэтому, когда вот люди говорят, ой, ну что там, вот я ничего не вижу, там ничего не знаю, вот, вот привезите, вот возьмите, вот как Лена рассказала про своего родственника, что, конечно, привезти и показать, вот, ты совладелец там нескольких кирпичей в этом здании, да, ну пусть он хоть тогда успокоится, может, как-то так осознает. Конечно, людям проще ругать, проще говорить, я очень сожалею, я таки стараюсь таких токсичных людей от себя подальше держать, вот, но раз уж так получилось, что действительно мы сталкиваемся с людьми, которые токсичны, но ничего, вот, мы движемся, видите, уже 36 зданий, тем более в разных странах, и вы знаете Эмираты, вот, Беларусь, и, возможно, еще где-то есть, мы, вот, говорю о том, что они есть эти здания, и там работают очень умные люди. Далее, вот, Анатолий Эдуардович, все-таки он, это Леша был там, он может больше рассказать, да, в этом офисе, но вот есть такие вот действительно растения, которые растут вот в этом эко-грунт такой, да, вот, то есть там получается бурый уголь, который, получается, легче почвы, да, вот он в три раза получается 500 килограммов на кубометр, что в три раза легче обычной земли, но при этом богаче, чем чернозем, и он, как бы там Максим Исыпук говорит, вот ваш чернозем, их там Украина гордится, да, вот есть такое решение, да, вот, поэтому действительно это опять-таки разработка, это о чем я говорю, все думают, что это только вот натянул, как говорится, вот эти струны, да, и там что-то ездит, тут видите, сколько тут всего, и здания, и струны, самая стакада, и сами вот эти вот электромобили, которые будут двигаться, вот теперь почва здесь, да, то есть эко-дом, ну, то есть, ну, помимо ОТС и так далее, да, то есть здесь столько всего, Анатолий Эдуардович рассказывает, что, в общем-то, конечно же, здесь нужно, я, например, тоже удивляюсь, вот как Лена пишет восторженный отзыв всегда, Анатолий Эдуардович, вы гений там, действительно гений, понимаете, но ведет себя настолько, вот он мне напоминает моего тестя, он тоже говорит сейчас очень тихо, спокойно, вот так вот, я вот понимаю, что человек, проживший жизнь, вот, он уже, вот, он, это не пафос, как пафосно рассказывает, да я там, я там был, я там вот видел, я вот держал за руку, он все рассказывает, и вот очень бережно, вот он так, так бережно рассказывает, чтобы ни один листочек не упал из всего растения, да, чтобы вот, если вот угостил Максима там мятой, да, он и говорит, вот Максим, попробуй, я вот не тот сапожник, который там где-то что-то рассказывал, вот у меня тут все растет, вот мы тут все испытываем, все, и он действительно, вот, даже удивляешься, как вот он успевает быть тут и агрономом, да, и тут же вот он рассказывает про ТС, тут же вот он, этот, двигатель, в общем-то, я, честно говоря, не могу, я, про таких людей, в общем-то, наверное, по пальцам можно перечитать одну реки, чтобы были вот настолько глубоко знали все темы, понимаете, в восторге, вот, поэтому вот это вот тоже меня очень сильно удивило и впечатлило. Далее, вот, любит эту фотографию показывать Владислав Волков, потому что здесь, говорит, все вот виды транспорта у нас есть, там представлены шесть, там, да, вот я там считал, да, вот, и вот пять трассов, и строится еще две. Вы знаете, у нас сейчас строится две для тяжелых машин, вот, ну, тут у нас вот тоже и ЮниЛед, Юнибус тут на 48 человек, потом там ЮниВинт висит, там у нас Юнибусы здесь, Леш, что у нас тут внизу, вот это вот, как мы там, Юникар, Юникар, вот, да, и вот у нас нету Юнибайка, или вот тут он. Юнибайк в кабинете у Анатолида Радыжа. А, ну вот, значит, да. Мне эта картинка, ну, ассоциация первая, глядя на эту картинку, это Транснет, то есть это настоящий Транснет. Ну да, вот так хочется сказать, что вот это уже все, тут отсюда уже все, пиф, будет скоро, вот, знаете, там, вокзал в Марины Горке будет, когда вот будут стартовать, там, на Москву, вот, и пшу, туда, там, а туда доехать вот можно на таком Юнибусе, допустим, да, то есть вот, может быть, и так будет это, потому что оттуда же все идут, все дороги ведут Рим отсюда, вот, в Смарины Горке, вот, можно и так сказать. Ну вот, да, картинка такая интересная, но я все-таки, вот, и еще говорится, что в Эмиратах вот уже построена, да, одна трасса длиной 400 метров и продолжается строительство двух трасс длиной 2,5 километра. Ну вот, вот это вот, так называемое, как Леша говорит, то есть, как называют Санта-Барбара, да, вот, для тяжелых юниконтов. Но пока вот эта трасса строилась для тяжелых юниконтов, вот, уже, видите, тоже облегченный вариант для 20-футового контейнера, тоже построено, и вы знаете, мы с вами смотрели французское интервью такое, да, фильм небольшой о вот этой транспортной технологии, я вам его переводил, благодаря переводу Алексея Суходоева, в общем-то, все так, все, рука руку моет, обе боя чистые, поэтому все мы с вами про это знаем, но кто не знает, может опять пересмотреть либо наш Леша, вот, скажем так, вебинар, либо Суходоева, в общем-то, действительно, очень тоже интересный фильм, и много там рассказывается, французы в восторге были, и вот на нем там написано, что здесь перевоз получается, а за 1 доллар переводится 100 тонн на 1 километр, вот это вот прямо на контейнере там написано, и вот французы прямо это приближали, вот я тут уже слайд убрал, но так вот там было написано, и, в общем-то, не в восторге. Ну, Анатолий Эдуардович говорит, что у нас за короткие сроки мы построили 12 моделей транспорта, и все это промышленные продукты, вот, да, Юни Винт у нас с вами, это вообще вот, меня он тоже впечатлил, во-первых, я, то, что я жил в Швейцарии, я так уже представил, как там вот эти швейцарцы, вот это вот красиво, потому что там, когда вот едешь на вот этой электричке, типа нашу вот это вот, как мы ездим, там, Вильнюс, там или что, да, скоростной, вот он там идет тихо-тихо, так вот, и вот это все зеленая травка такая, луга, вот эти горы, там какие-то речки, вот эти стоящие, вот, коровки, да, вот с этими огромными у них эти самые колокольчики, да, вот, ну, просто фантастика, да, вот смотришь и думаешь, ну, возле телевизора, как в телевизор смотришь, очень здорово, и я вот так думаю, а если еще лететь над этим, боже мой, когда уже не будет вот этого вот даже тук-тук-тук-тук, вот там очень здорово, да, с другой скоростью, ну, вот я, Юни Винт, мне тоже очень нравится, он действительно был разработан для швейцарцев, поэтому я тут Швейцарию и приплел, скажем так, да, вот он для двух человек, вот Юни Байк тоже для двух человек, вот который стоит, сейчас у Анатолия Эдуардовича, он тоже про него много рассказывает, что он побывал везде, и даже шейха, сына шейха вот в Эмиратах, он делал селфи, находясь вот в этом Юни Байке, вот, ну, просто очень-очень был поражен, ну, вот Юникар тоже для двух человек, да, то есть это вообще Юни Байк рассчитывается вот 2-6 человек, 2-4, может, там, да, что это будет как уже такой личный транспорт, все-таки он так и представлен, вот если взять Юницкий.com, он так и представлен, что это будет действительно больше даже как личный транспорт, возможно, я уже так вот представляю, и еще там есть люди, которые говорят, возможно, я там не знаю, не знаю, но вот когда я слышал интервью, когда он говорил, что тоже ребята молодые не слушали там что-то там, все, и вот этот человек задал вопрос, говорит, а что вы хотите вот в этом, ну, говорит, я хочу купить машину, вот, я там себе насмотрел машину, там вот подержаны, там 5 тысяч долларов будет, он говорит, вот, представляете, наш Юни Байк будет стоить 3 тысячи долларов, и вы сможете его купить. И тогда вот эта молодежь затихла и стала слушать внимательно, а как, а что, а чего, а почему и так далее. Поэтому вот это очень важно понять, что это не только где-то там, ну, там, как у меня говорят, ну, это в Эмиратах, да, построят, может быть, а что мы будем, ну, так почему бы нам тоже с вами не помечтать о том, что мы сами можем, как Анатолий Дуарович говорит, можно же построить, у нас будут не только трассы, которые мы будем людям строить, мы можем и сами построить коммерческие трассы, да, а если бы мы будем хорошо зарабатывать с вами, почему бы нам не приобрести такой Юни Байк и вот, и не сделать трассы личные уже там подвезти, как вот газ проводят, трубу бросили общую, а уже подвод к себе, доплачиваешь денежки, делаешь свой вот с моего балкона замечательно, я себе уже представляю такой вот, а может быть, это уже будет другой дом какой-то. Поэтому тут надо мечтать и, говорится, не бойтесь мечтать, я вот так вот мечтаю, представляю, что вот выхожу и детки у меня подросли, подвезли, то есть это вот фантастика, это уже где-то там все внизу толпятся в этих пробках, а мы тут уже вот будем к Лёше ездить будем или там к Лене буду подъезжать там и ехать потом там отдыхать куда-то там, да, вот такие вот можно представлять. Ну вот Юникар, Юнибус, это вот уже такие вот, больше там Юникар, там 6 человек, там 12 человек, Юнибусы там уже, они есть там от 6 до 48, их же можно соединять, вот. И вот этот Юнифлэш, Ю4-362, вот сейчас он называется Юнифлэш, мы его звали Юнилёд, но сейчас новое название Юнифлэш, действительно, как вспышка. То есть действительно, я даже не могу представить, что, ну, бывают скоростные, вот у меня есть девочка знакомая, которая в Китае, она говорит, Олег, а это впечатляет, когда вот с этого самолета выходишь и потом садишься в такой скоростной 300, сколько у них там, 431 километр, вот он мчится, говорит, ну, это фантастика просто. А у нас будет 500, и при том он гораздо красивее, это не то, что там большой какой-то все, это вот, ну, это бизнес-класс такой замечательный, вот Юнифлэш тоже, и самое интересное, что уже очень-очень плотно все это ведется к тому, что это скоро вот будет начато строительство вот этой вот 25-километровой трассы, вот. Ну, есть вот там, смотрите, 6, и вот тут 4, да, то есть это на сайте. Но я могу сказать, что, вот, смотрите, у нас есть Юнитрак, потом для двух, которые на более, для более сыпучих грузов, еще более устойчивый, если двуберельсовый. Вот есть Юникон такой, ну, вы знаете, у нас есть Юникон для 40-футовых, значит, контейнеров, это вот такой вот он получается, и вот мы уже видели для легкой трассы. И вот транспортное средство конвейерного типа, вот, с возможностью поворота вот куда там угодно, то есть тоже можно такое вот делать. Вот, ну, вот если взять два Юникон, то получается 5, и там 6, вот 11. Я, Леш, может, что-то там упустил. Была одна картинка интересная, я ее вот не вставил, но потому что она, ну, там тоже есть такой интересный, там тоже вот похож на Юнивинт, только на двух он струнах, может быть, это еще. Ну, в общем, я вот когда смотрел интервью, я уже много чего пересмотрел, не знаю, кто конкретно, но, наверное, все-таки Анатолий Дарвич, он говорит, вообще у нас очень много, очень много будет разработок, то есть мы не будем ограничиться только вот этими. То есть, в принципе, здесь сейчас будет очень много моделей. Ну, как вы понимаете, сказали бы сейчас у нас всего, как раньше было в Советском Союзе, да, был «Москвич», там 412 в основном, и потом «Копейка» была эта «Жигули», да, там 6, 6 «Лада», вот. Ну, были, но все равно их было больше, да. Сейчас вот представьте 6 моделей. Нет, их будет очень много и разного вида, разного класса. Я думаю, что это также будет меняться, будет также бизнес-класс, будет какой-то попроще класс. Ну, то есть, я думаю, что здесь безгранично. Ну, пока я не насчитал вот 12, но, возможно, то, что я говорил, он и есть. Вот на двух струнах, вот, тубинговых струнах, это как юнивинт, может быть так. Я видел такую картинку. Леш, не знаешь, да? Тебя не слышно, Леш? Не слышно? О, давай еще раз. Скажи. Ну, мне кажется, я не слышу, Леша. Может кто-то не слышит еще? Вот это вот, Леша, вот это мы слышим. Короче, у тебя что-то со штекером опять. Помени. Не, штекер слышим, а тебя не слышим. Ну, ладно. Так что, давай, там, понастраивайся. Так, вот тут нам Лена Степина много чего написала. Да, ну, мы потом прочитаем еще раз, да, по 15 мая. Вот, значит, ну, вот видите, да, вот этот вот, кстати, что я и говорил, что вот этот вообще анкер напор, и вот на французском телевидении вот один доллар, вот, на 100 тонн за километр, да. Вот, это, конечно, очень впечатлило французов, ну, и нас всех, скажем так, да. И вот этот слайдик у нас есть. Вот, ну, и вот смотрите, как мне очень понравилось, что, что вот несмотря на такой страшный случай, да, инцидент, можно сказать, Леша, там у тебя хрипит инцидент в Советском канале, вот, и смотрите, я всегда наблюдаю, вот мы находимся в какой-то ситуации, да, я всегда очень ценю то руководство... Леша хрипит постоянно. Я всегда ценю то руководство, которое мгновенно реагирует на какие-то события. Вот, смотрите, случился инцидент, мы с вами его разобрали, что вот такой огромный танкер перекрыл, скажем так, контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал, была пробка, там, короче, куча была потерь, там, только миллиард долларов потом по истечении четырех дней, якобы, чтобы досудебным, скажем так, в примирении выплатила вот эта вот компания, кому относится этот контейнеровоз, да, вот. И получается, даже мы с вами разобрали, я говорю, ну, как это так, в Суэцкий канал, там же много было разговоров вообще с Египтом, что надо расширять, вот, тоннаж судов, видите, увеличился, надо там делать, но ничего не делалось. И вот случилось то, что случилось, и, в общем-то, это теперь никто от этого не застрахован, да, потому что вы сами знаете, что мир очень меняется, это бизнес, это вот там и нефть подскочила на 6%, а это тоже деньги очень немаленькие, да, и продукты все подорожали, там, в общем-то, кто-то на этом очень хорошо заработал в таком случае, да. И вот как предотвратить вот такие вот инциденты, когда, в общем-то, большинство людей, в общем-то, страдает, да, потому что там про Сирию вообще были такие репортажи, что они, там у них даже хлеба нету тут, и вот такие вот задержки, это приводит к их смертям и к сложностям. Как же решить? И вот я тоже привел пример, что, ну, как это, всегда есть даже в доме, да, там, всегда есть лифт, допустим, если он там выше 6 этажей, всегда есть лестница, и если еще выше дом, всегда есть пожарная лестница там у всех идет, ну, как это такое серьезное дело, и так вот несерьезно к этому отнеслись. Ну, и как только это вот произнес, как Леша шутил, говорит, нас подслушивают, да, ну, в общем-то, конечно, руководство вот это тоже мгновенно отреагировало, да, поэтому тут же сама предложила решение. И вот смотрите, тут получается, что выгода колоссальная, да, то есть тут выгода в чем? Что это скорости совсем другие, да, то есть если там движется 10 узлов, это 20 км в час максимум этого контейнера, вот здесь Юнический Стрим Техлон уже предложила 80 даже км в час, даже не 120, даже 80 км в час, но это и то в 4-5 раз выше, чем, допустим, как движется. Потом время сократится с 14 часов, пока это движется, до 2 часов, да, и погрузка, разгрузка, вы слышите, не более 65 секунд. Вот это вот вообще, а вот просто, понимаете, мгновенно, практически 65 секунд этот контейнер будет улетать там туда, куда нужно. И смотрите, это если по решению, допустим, вот вдоль канала, там он сколько там, 120 там с лишним километров, да, а решение же есть дальше еще, что есть еще морской порт в Юнистике разработанно все, да, то есть вот этим большим судам, если, допустим, по каким-то причинам они туда не будут заходить, либо сделать такой контейнеровоз, который вообще туда не зайдет, там весь канал выйдет из берегов, понимаете ли, да, то вот так вот можно решать этот вопрос, понимаете. То есть, когда корабли будут там разгружаться, зачем им идти 14 часов, когда за 2 часа заедет, да, и потом вот такое дело делает платформа, притом эта платформа может выходить на 5, на 10 километров сюда вот, скажем так, в воды океана, да, индийского либо тихого там вот. И далее что получается? И далее даже есть расчеты до 25 километров. То есть, в принципе, понимаете, вот этот путь, он, может быть, и не нужен будет тогда вот в том направлении, да, будут двигаться сюда, но уже будет разгружено, как у нас, как говорится, когда едут все в пробке, да, тоже ждут, боже мой, кто-то начинает по встречке ехать, кто-то по обочине начинает обгонять. Но вот я вам просто говорю, что, конечно же, для таких артерий необходимо, чтобы было обязательно что-то дополнительное, как говорится, шунтирование должно быть 100%, да, если медицинским языком взять. Вот, поэтому вот такое вот решение Юницкий моментально стинг-технологии предложил. Вот, и это, конечно, очень и очень здорово, что уже есть решение, и есть не просто на картинках, а есть решение каждый как, что, чего, вплоть до секунд, вплоть до последнего доллара, сколько это будет стоить, как это быстро будет построено. Вот, поэтому это очень здорово, очень здорово. Антоний Эдуардович Юницкий сказал о производстве, да, то есть мы тоже говорим, а как это, а что это, и вот в общих чертах мы говорим о том, что это мощное производство, оснастили современным оборудованием, на производство установлены пятикоординатные и семикоординатные станки стоимостью по миллионам долларов. Такого набора оборудования нет ни на одном предприятии Беларуси. Этим производством тоже совладеют наши инвесторы. Антоний Эдуардович постоянно это подчеркивает. И когда вот он рассказывал, допустим, про Юнифлэш, который был на берлинской выставке, то Максим ему задавал там вопрос, вот, а как вот, а вот оседение, а вот кожа. И Антоний Эдуардович вот опять-таки с таком вот, знаете, с любовью, он говорит, да, каждая там строчечка, там, видите, одна в одну, там вообще, это все мы сделали, все сами, никому не обращались. Вот насколько у нас умельцы, понимаете, насколько вот этих вот людей собрали воедино, и вот каждый делает с любовью. И вот Анатолий Эдуардович, это вот от него идет эта энергетика, поэтому я говорю, что тоже мы гордимся, что у нас есть и выпуск комплектующих деталей, сами делаем устройство, компоненты, да, тестирование сами проводим, да, узлов и электроники. И испытания промышленных образцов мы тоже проводим сами, есть все. Поэтому вот, видите, вот на большой картинке представлено производственное помещение, все помещения, которые там, да, ну, вообще у нас есть в разных местах, вы знаете, и в Шабанах, и Леша сейчас подсказать не может, там, я знаю, Королищевичи есть, есть в районе тракторного завода, но, в общем, зданий много, я говорю, вот, и производство. Вот. И просили, конечно, все вам, когда будут адресные проекты. Вот эта фраза, которую надо нам понять. Уже происходят первые этапы по работе с адресными проектами, уже. И в этом году мы объявим о нескольких адресных проектах, которые реализуем. И дальше слушайте и читайте. Это не проекты, которые запланированы на будущее. Это проекторами, которые мы уже занимаемся. То есть те люди, вот, опять-таки я повторяюсь и говорю о том, что те люди, которые так ждут IPO, IPO, на самом деле они ждут не IPO, они ждут вознаграждения. Вот они отдали деньги, и вот я вот купил по центу или по 3 цента, а я продам за доллар. Так если, Анатолий Эдуардович говорит, если вы начнете получать дивиденды на вот те доли, которые есть, на те акции, которые у вас вот на руках будут после IPO, то вам, вы не захотите их продавать, это же курица, которая несет золотые яйца. И задача будет, мы потом будем все кусать локти, что же я еще не купил. У меня же было же еще, вот завалялось еще тут 100 долларов, вместе я мог отдавать, или ты сейчас завалялось. И я вот это вот и говорю, что вот мы все хотим, и вот чтобы оно было, и лежало тут поближе к попе, да, тут в кармане. И в то же время положить, так вот сейчас вот самое время, когда еще, даже еще есть акция у нас еще не закончилась, да, вот это вот по купонам, вот она через 2 дня заканчивается. Вот это нужно осознать, что у вас еще есть возможность. И рассказать людям, которые, возможно, они вообще даже про это не знают. Я вот по себе знаю, что вот когда я занялся активно, рассказывают, купон, 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 вы помните, у нас же там прерывалось, добавляли все время по 7 дней, по 5 дней добавляли, вот. Потому что это было предложение наше, потому что наши вот латинские, латиноамериканские там товарищи, они говорят, да вы что, они же это наши славянские люди, русские, белорусы, там, украинцы, они могут сразу взять и тут за день все там перекопать в поле картошки. Там они пока, говорят, лежат на пляжу, бананы кушают, у них все хорошо, а вы хотите, чтобы они за 5 дней и зарегистрировались, и рефицировались, и купили все пакеты, там, такого не бывает, говорят. Вот у них надо неделю на регистрацию, неделю на верификацию, неделю, чтобы почитать, вторую неделю, чтобы там, то есть четвертую неделю, чтобы купить, вот так вот люди живут. Ну, в общем-то, поэтому это все добавлялось, добавлялось. Ну, вот когда я загорелся этим, я подписал буквально за один день там 3 человека, понимаете, вот. Когда ничего не говорю, вот оно уже неделя проходит, и я смотрю, думаю, да, наверное, опять надо там пинка под зад, ну вот, останется сейчас 2 дня, вот я сейчас завтра уже начну тут уже стучаться в двери. Вот почему-то мы так работаем, все на последний день, как хороший студент, да, к экзамену за последнюю ночь готовимся. Ну, вот такие вот вещи. Так что еще раз повторю, в этом году, Анатолий Эдуардович говорит, мы объявим о нескольких адресных проектах, которые реализуем. Ура, товарищи, давайте напишите «Ура» в чате. О, Леша, голос прорезался, отлично, есть, вот, да, не шевелись, не шевелись, а то опять, вот, сказал и написал, молодец, вот, аплодисменты, ура, отлично, Лена, спасибо, вот. Дальше давайте, вот, значит, 15 этап тоже, когда закончится 15 этап, когда закончится 15, ну, это те люди, которые вот уже набрались там акций, как я говорю, да, вот, им уже хочется, давайте быстрее закончить. 15 этап, во-первых, хочу, это все связано с Uniflash, да, то есть сейчас 14 этап у нас Unicont на 20 фунтов, на 40 фунтов, футов, простите, а не фунтов, на 40 футов, вот, и потом получается вот это будет реализация этих проектов, да, вот. А Uniflash – это 15 этап, это вот когда мы должны построить трассу для скоростного, для испытания высокоскоростного транспорта. Для этого уже есть необходимые проектные решения, и сама машина есть, вот, понимаете, уже все есть, вы его видели, фотографировали, предположительно 15 этап может продлиться около двух лет. Значит, вот это вот около двух лет, это уже сказано о том, что когда уже будет построено, и как вот Алексей Суходоев объяснил, возможно, построить гораздо быстрее, но испытания будут проходить, как вот Анатолий Дович всегда закладывает, допустим, какое-то время, там, до 300 разогнать, потом там посмотреть, какие там, посмотреть, что, как, чего происходит, до 400 километров в час, а потом до 500, потом я говорю, как какие-то первые люди там будут ездить, тоже испытывать, может, там, понимаете, как это все, как, ну, это время нужно, это не делается моментально, тем более, это идет все уже, это машина, которая пойдет уже действительно в производство, и масштабироваться будет, поэтому надо все есть, поэтому для этого заложено два года. А трасса может быть построена гораздо быстрее, там, за полгода, или там, за год максимум, и все это уже будет двигаться. Вот, и поэтому наша задача, это вот сейчас помочь инвестировать, хотя Анатолий Дович говорит, уже есть определенная прибыль, потому что все равно вот это уже начинает закладываться, и все, видите, здание покупается, то, чтобы у нас станки такие дорогие покупаются, и вот эти все IPO, кстати, могу еще дополнить, что мне очень интересно, я же вот это тоже как-то не догадывался, вот как Маслов сказал, значит, там происходит как? Так, мы с вами покупаем доли за, допустим, сейчас 3 цента, ну, такой средний, значит, меня, то есть не покупаем, а то сейчас будут ругаться, то есть мы даем взаймы, да, вот доли получаем, доли по цене 3 цента, то есть мы инвестируем вот и, значит, заем такой предоставляем. А когда выйдет на IPO, уже акции будут продаваться по одному доллару, и вот Маслов говорит, вы поймите, что вы тоже сможете купить на этой, на бирже по одному доллару, ну, в зависимости от спроса, вдруг там будет спрос больше, но, соответственно, компания, она приобретет гораздо больше денег, и вот эта монетизация будет там в 30, в 40, в 50, в 100 раз больше, потому что акции тоже могут начать расти на бирже. Но, естественно, что мы, когда тут не можем, за 100 долларов мы получаем с вами, допустим, сумму, там сколько там, 3000 получается, да, Леш? Да, за 100 долларов. Ну, сейчас вот, допустим, дискон такой, да, а там за 3000 надо будет выложить 3000 долларов. То есть, естественно, что мы это делать не будем. То есть, будут люди делать те, которые уже крупные игроки, и там будут уже не 1000, а там будут уже сотни долларов, сотни там тысяч долларов и миллионы, возможно, так. Вот. Так вот, вот в этом плане получается, что IPO, оно будет, конечно, будет для масштаба, для масштабирования этого проекта, мы уже будем получать с вами дивиденды, те люди, которые поддержали. Вот. А на данный случай, вот, получается, пока есть 15, пока он не закрыт, 15 этап, мы можем вот эти, в общем-то, предоставить вот этот заем и получить вот эти вот доли. Поэтому сейчас нам даже нет смысла вот стремиться уже быстрее-быстрее, потому что пока есть возможность, 15 этап вызывается, мы можем вот эти вот, получать эти доли. Но на 14 этапе мы можем с вами уже получить прибыль. Вот это колоссальное вот то, что до меня дошло сейчас. Я потому что тоже думал, пока IPO не будет, прибыли не будет. Прибыли уже может быть сейчас от проектов, и прежде всего даже не пассажирских, а от прибыли от контейнеров перевозок. Поэтому здесь, возможно, будет гораздо быстрее вот это вот. И люди уже не захотят продавать свои акции. Это на этом и пиону. Я так думаю, что кто-то, может быть, будет, но это будет не в тех масштабах. И вот смотрите, высокоскоростная трасса. Мы начали вторую процедуру, чтобы получить разрешение строительства высокоскоростной трассы в Беларуси. Вы знаете, была одна попытка, она была неудачна. Ну, скажем так, там, в общем-то, не с нашей стороны, а со стороны, вот, скажем так, чиновников. И если нам откажут в этот раз, то это будет строиться, допустим, в Эмиратах. Приводится так, то есть такими фразами. Но там стоимость, единственное, надо сказать, что стоимость выше. Но сейчас мы ничего не говорим, но есть предпосылки, скорее всего, что все-таки я очень надеюсь, что в любом случае будет и там хорошо, и сам хорошо. То есть если будет в Эмиратах построено, да, будет дороже, но там будет туда больше съезжаться бизнесменов, потому что это все-таки Эмираты. Если у нас будет построено, нам с вами будет лучше, но мы с вами как бы сможем донести до людей, что вот уже движется, и, наверное, это будет очень здорово, если это будет в нашем экотехнопарке. А вообще лучше и там, и там. Ну, и с точки зрения все-таки строительства вот этой вот высокоскоростной трассы, все-таки все наши вот эти умные головушки инженеры, они все-таки находятся в Белоруссии. И перевозить туда КБ, либо ездить туда, ну, когда тут каждый день, каждый секунду надо что-то подумать, посмотреть все, все-таки у нас вот так вот рождаются наши вот люди делают. Поэтому, наверное, все-таки с этой точки зрения все-таки лучше, чтобы у нас, а уже в Эмиратах сделать это уже, скажем так, после того, как все это отработано. Все равно там надо будет делать с уклоном на тропический вариант. Ну, в общем-то, дело движется, и, скорее всего, это уже, скажем так, не за горами, а уже вот в ближайшем-ближайшем будущем. Вот, ну, начало капитализации. Ну, вот я, кстати, про IPO говорил, да, несколько видов капитализации. IPO нужно получить дополнительные деньги, но мы можем сделать это по-другому. Капитализация идет уже сейчас. Да, вот эта вот фраза, которую я говорил, поэтому и повторяю, да, уже сейчас, хоть и медленно, серьезная капитализация начнет тогда, когда мы будем строить конкретные трассы. Я уверен, что это произойдет в этом году. Я вот выделил специально красным цветом. В этом году, так что, дорогие мои, опять можете писать аплодисменты и ура, вот, аплодировать, вот, поэтому действительно, это уже вот Анатолий Эдуардович говорит. Притом, поверьте мне, что это дорогого стоит, потому что из уст этого человека каждое слово имеет огромный-огромный вес. Спасибо большое за двойной ура. Через пять лет, Максим Исып вот спрашивает его, как вы видите там дальше, он говорит, я не хочу делать такие вот прогнозы, но вектор таков, что через пять лет капитализация нашей группы, компаний должна быть не менее 500 миллиардов долларов, а через 10 лет не менее триллиона долларов. Ну, то есть вот он там еще приводит, например, с мобильниками, когда, говорит, вот начали теперь мобильники, вообще, говорит, никто серьезно не относился к этим мобильникам. Говорит, ну, максимум там 500, может, будет на весь мир. Зачем эти мобильники? Может, там президентом и так далее? Это так будет вот, это так не нужно будет. И вот что получилось, что мобильники, вот, они взорвались, вот, просто все теперь по нескольку мобильников у детей и так далее. Вот так это происходит, поэтому этого мы все ожидаем с вами от струнных технологий, от транспорта юницкого, поэтому я уверен, что это так и будет, и может даже не надо будет ждать эти 5-10 лет, может это будет еще быстрее, так что все так и будет, дай бог. В работе будут десятки и сотни проектов, у нас будут специализированные производства для разных элементов струнной системы, у нас уже наработаны технологии, чтобы сделать отдельные производства для городских, грузовых и высокоскоростных машин, вот, все это делается, поэтому, ребят, все очень здорово, и, ну, тут уже вот просто можно, знаете, так вот, шампанска уже начинает пить сейчас, как я говорю. Вот, ну, небольшой поворот сюда, вот, потому что Максим еще взял интервью у Надежды Косаревой, вот, и я просто вот, как, на чем Леша остановил, вот этот, наверное, так должно было быть, я думаю, вот, интервью мы можем его досмотреть. И вот она говорит, что тоже, да, действительно, вот этот вот ковид, он немножко помешал, там было сокращение, но сокращение тех людей, которые не отнеслись так серьезно к этой работе и, может быть, не проявили себя в той степени. Вот из тысячи человек осталось сейчас 650 человек. Это меньше, чем было до пандемии, но мы смогли сохранить основной коллектив компаний. И сегодня в ЮСТе работает много специалистов из СНГ. Она обратила внимание, что это действительно у нас и Украина, и Россия, и Беларусь. Вот три страны, которые сестры, как говорят, и вот, видите, специалисты из Украины по металлоконструкциям, очень хорошие специалисты по расчетам нагрузки из России, вот, и машиностроители именно из Беларуси, вот, у нас многоциональная компания. И она опять подтверждает, что сейчас у нас в работе два коммерческих предложения, я уже в работе, ребят, в работе, не то, что там планируется, вот, думает кто-то там, уже в работе. Вы помните, как я, Леша, сегодня рассказывал, говорю, Леша, вот, помнишь, как мы радовались, там, вот, Кук приехал, там, да, вот, Австралии нужно, 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 и потом это как-то так все смялось. Потом это вот кричали про Индию все там, да-да-да-да-да, и вот сегодня вроде бы Алексей Суходоев рассказывал, что там обратили все, вроде бы уже все, уже должны были пойти инвестиции, деньги, разрешения. И тут вот эта вот желтая пресса, это вот заказ был, что принесли, и перенесли, кинули министру транспорта в желтая пресса, что это вот непонятно какая компания из какой-то страны, там, Беларуси, не знаем мы где, и что, и вот, и там такие деньги, и это все свернули. И вот как это все, мы так вот, почему про Эмираты мы так все молчали, 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 вот, и все боялись, говорите, даже когда уже работали из полгода, только потом это все вышло, да, что вот. Вот, поэтому говорю, молчали, вот это счастье и деньги, и вот я говорю, такие вот проекты любят тишину, вот поэтому, но сейчас, когда уже Сеу, Надежда Косарева, да, говорит, когда главный конструктор говорит о том, что в работе уже, ребят, ну, тут уже могу сказать, давайте, уже шампанское, поэтому, Леночка, если получится, мы еще раз, обязательно, 15-го, как ты вот приглашала, очень здорово. Ну, бывает так, что совпадает, вот, и у меня не получается, к сожалению, да, но я просто говорю о том, что это очень здорово, так что шампанское будем пить, вот, и это очень здорово. И, как все вот всегда говорят о том, что, ну, когда, 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 и вот последний слайд мой, это тоже вот у меня, кстати, вот, очень хотел его, я говорю, Леша, там, выбил у меня опять компьютер, там, вот, уже там на последних секундах, может быть, еще какие-то слайды были, но самое главное, я вам хочу донести, вот, Максима спрашивает, ну, что же, что же, Анатолий Дарович, может, когда там, что будет, вот, и вот, Анатолий Дарович, очень бережно, каждое слово, вот, взвешивая, да, он говорит, терпение и понимание, вот, он, там, чуть-чуть больше, но я такой вот, суть такую вот, он говорит, все будет и даже больше, чем вы предполагаете. Вы не потеряете деньги, не потеряете, вы приумножите и очень серьезно приумножите, и это отразится на жизни ваших детей, внуков. Они будут жить в другом мире, более экологичном, более чистом, более безопасном, в том числе, благодаря нашим технологиям. И вот, поймите, мы с вами уже, можно сказать, Леша, ну, шутку про тебя скажу, я там журнал Forbes смотрел, и там, знаешь, там вот Илон Мас, там, Леша привожу пример и говорю, вот, там, сто так миллиардеров и все, Леша говорит, а что-то я своей фамилии не вижу, но я думаю, Леша, ну, я думаю, что через годик ты можешь это увидеть, фамилию, поэтому, ребят, давайте на такой хорошей ноте, что у нас, в общем-то, есть, будут не только миллионеры, но и миллиардеры, вот, потому что я говорю, действительно, спасибо тем людям, которые пришли первые, которые, вот, я говорю, действительно, я в свое время бросил стоматологию, вот, да, и тоже все говорят, как это так, как это так, все, Леша оставил IT-сферу, да, вот, это тоже сейчас одна из самых востребованных, самых высокооплачиваемых профессий, и вот Алексей ушел на умове, чтобы продвигать вот такой замечательный проект, поэтому мы не потеряем деньги, не потеряем, мы приумножим и очень серьезно приумножим, вот, на этой ноте я завершаю свой вебинар, вот, мы разобрали по крупицам, вот, и, конечно же, смотрите это интервью, возможно, вы еще услышите что-то новое для себя, интересное, спасибо огромное вам за то, что пришли, спасибо большое Анатолию Эдуардовичу и Надежде Косыревой за эти интервью, Максиму Исыпу, который взял эти интервью, вот, и нам с вами, чтобы мы с вами здесь сегодня собрались, спасибо. Спасибо, Олег. И в завершение мы, наверное, Да, Лешенко, у тебя там похрипывает, так что ты включай ролик и отключай свой, это, а то на записи будет так хрипеть. Все, спасибо большое, вот, Лена всех приглашает тут на 15-го числа, Леночка, спасибо огромное, вот, спасибо вам за ваши добрые Слова, вот, но мы смотрим, продолжаем смотреть презентацию, вот, всего хорошего. Или накладывать такое, знаете, ну, я бы не сказала темное покрывало, но, тем не менее, да, мы не хотели бы под грифом секретности, да, накладывать гриф секретности. И когда в здании или же на территории находятся еще другие компании, ты не всегда можешь быть уверен, что абсолютно все защищено. Притупляется бдительность, ты где-то видел этого человека, вполне возможно, что он может зайти спокойно в кабинет, и ты не всегда обратишь внимание, что это кто-то чужой. Когда мы находимся здесь сами, мы сразу чужаков видим издалека, хотя нас уже очень много, и могу признаться вам честно, не всех сотрудников я уже помню по отчествам, по именам практически всех, но вот по отчествам уже не всех помню. А какое количество сейчас сотрудников вот в данный момент в инженерии новой компании? Ну, вы же знаете, прошлый год был достаточно тяжелый, и мы немножко переформатировались в новом году. У нас произошли изменения и в структуре компании, да, поэтому сейчас численность 650 человек. Мы немного потеряли в сложный год, в 20-й, и я считаю, что это очень хорошо, мы основной коллектив мы сумели удержать. Однозначно, это очень хороший показатель, поскольку, если мы возьмем в целом мировую ситуацию, которая, так скажем, в 20-м году коснулась больших компаний, многие не только не выдержали кризиса, а вообще ушли с рынка. Что касается компании UST, вы не только достойно пережили кризисный период, но еще и шагнули вперед. У вас есть новые достижения по итогу 20-го года. Да, конечно. Очень далеко вперед мы шагнули в рамках инжиниринга, в рамках сертификации, в рамках строительства. И здесь я могу сказать, что 20-й год, может быть, немножко замедлил и дал возможности более педантично подойти к задачам и более серьезно в них разобраться, но на темп нашего развития он не сильно повлиял. Это очень здорово. И хочу отметить, это, думаю, мнение многих сторонников технологии UST, то, что очень профессиональный подход, когда есть кризисные ситуации, оптимизировать те или иные процессы. И вы это очень профессионально делаете, что нас, как сторонников, наблюдателей со стороны, как развивается компания, очень радует. Что касается безопасности, я хотел от себя лично тоже сделать такую ремарку. Нас очень впечатляет то, что на территорию как производства, как на территорию экотехнопарка и в том числе и офиса компании просто так не попадешь. Вход по отпечатку пальцев. Даже если ты попал на территорию и ты хочешь, например, пообедать в общей столовой, которая находится на территории офиса, ты тоже туда просто так не попадешь. Это очень, так скажем, показывает профессиональный подход и то, что компания действительно следит за безопасностью. И показывает то, что компания ценит то, что она делает. Да, мы в этом плане очень много усилий прикладываем как раз таки на сохранение вот этой вот внутренней безопасности наших сотрудников. Вы сказали, что первый коллектив был очень небольшим. И за это время вы выросли почти до тысячной компании с таким вот коллективом. Скажите, вот в данный момент в компании работают только белорусы или есть и представители других стран? Очень много людей из России, из Украины у нас работают очень много людей, белорусы, ну, из Казахстана люди. То есть, в принципе, все специалисты стран СНГ, они у нас присутствуют. И мы не можем говорить о том, что, допустим, только белорусы могут закрыть все потребности. По металлоконструкциям самые лучшие специалисты, они остались в Украине, да, потому что очень много заводов металлоконструкции именно было в Украине. Поэтому специалисты оттуда нам нужны как воздух, и они к нам приезжают, и они занимают очень хорошие позиции в компании и очень хладотворно работают. Если брать белорусов, очень хорошие машиностроители. Если брать россиян, у нас, например, расчетчики, которые считают конструкции, очень много россиян. Потому что там была очень хорошая школа, были хорошие университеты, где они учились или же работали. То, что связано с мостами и с вот этой вот отраслью. У нас очень такая многонациональная компания, и мы всегда говорим о том, что неважно, откуда приехал человек, главное, какой он специалист. Надежда Геннадьевна, а какие бы вы выделили основные направления вашей компании, которая реализовывает такая большая интернациональная команда? Направлений на самом деле очень много, но крупных давайте выделим пять. Это проектирование зданий и сооружений, в которые входят анкерные опоры и промежуточные опоры, и депо, и вокзалы. Все, что связано именно с инфраструктурой. Есть проектирование путевой структуры. Это отдельное большое направление, потому что там очень много вариантов и очень много сложных узлов. Узлы анкерения – это достаточно сложные узлы, потому что приходят очень большие усилия, которые нужно правильно распределить, правильно рассчитать, чтобы это, как говорит Анатолий Эдуардович, мы строим транспорт на 100 лет. Однозначно так и есть. Нам нужно очень хорошо и серьезно к этому подходить. Есть конструирование транспортных средств. Это тоже очень большое направление. Там работает очень большая команда. И они занимаются очень такой интересной задачей. Не только усовершенствуют те транспортные средства, которые у нас уже есть, существуют и ездят. А плюс еще ко всему они придумывают и новые концепты, и новые варианты транспортных средств. Поэтому у них задач очень много, и все они очень интересные. Есть отдельное направление, как автоматизация и путевой структуры, и транспортного комплекса. Это тоже очень сложная задача, и мало компаний в мире, которые сами разрабатывают именно автоматизацию. Здесь мы говорим о том, что должно не только транспортное средство полностью управляться и быть безопасным в движении, но еще и транспортный комплекс, который принимает это транспортное средство. Плюс транспортный комплекс подразумевает под собой вокзалы, в котором происходит очень много скопления людей, могут возникать нештатные ситуации. И всем этим надо правильно управлять и правильно рассчитывать и нагрузки, и передвижение, и логистику, и все остальное. То есть мы это делаем тоже внутри компании сами. И еще одно такое немаловажное направление – это сертификация. Сертификация как транспортных средств, так и транспортных комплексов, систем управления и всего, чем мы занимаемся. Поэтому я бы выделила вот эти пять направлений. Я думаю, у нас будет такая возможность с руководителями этих направлений отдельно пообщаться. И думаю, что наша аудитория будет интересно услышать, как это все реализовывается в деталях. Я уверена, что они смогут дать очень много интересной информации. Но могу сразу сказать, что эта информация будет очень хорошо просеяна для того, чтобы ненароком не вышло каких-нибудь секретов очень важных наружу. Мы четко понимаем, насколько конфиденциальна данная информация. Поэтому мы только поверхностно, одним глазком посмотрим и услышим, как это все происходит. Конечно. В данный момент работает ли компания над какими-либо коммерческими проектами? Мы тоже, понимая моменты конфиденциальности, без имен, как говорится, без стран, без регионов. Но в целом присутствуют ли такие сейчас заказы, которые носят коммерческий характер? Да, конечно. Я могу сказать, что у нас сейчас в работе находятся два коммерческих предложения, которые, я думаю, будут реализованы в ближайшее время. И несколько проектов сейчас находятся в стадии подписания. Здорово. Это очень приятно радующие новости, как для сторонников технологии, так и для тех людей, которые в целом наблюдают за ее развитием. Я заметил, что у вас очень молодой коллектив. На самом деле очень много таких молодых, амбициозных ребят, наверное, 30-35 лет. Ну, средний возраст где-то 33-37, вот, средний возраст компании, да. Вот в связи с этим хотел задать такой вопрос. Есть ли у вас система мотивации в вашей компании? Если есть, то какая? Система мотивации – это очень сложная вещь, и внедрить ее в компанию, с одной стороны, и очень легко, потому что ты понимаешь критерии, как оценивать сотрудника, понимаешь, что ты хочешь от него увидеть. Но система мотивации в какой-то степени убивает возможность творить. А так как сейчас мы занимаемся инновационным все-таки продуктом, и вот эта вот возможность что-то придумывать, фантазировать и так далее, она не может работать вот именно в каких-то рамках. И здесь мы очень четко делаем градацию. Конечно, у нас есть много должностей, которые могут работать в рамках. Ну, скажем так, менеджеры по уборке помещений, они просят себя так называть, и мы прекрасно понимаем, что по-другому не получится, потому что мы хотим сидеть в чистых помещениях. Там можно четко выстроить систему мотивации, и мы четко видим параметры, как это оценить. Если в кабинете чисто, значит, сработано хорошо. Если грязно, значит, плохо. Но когда человек что-то придумывает, здесь уже подходить с какими-то рамками невозможно. Потому что он может два дня ничего не делать, и мы будем думать, что он сидит и ничего не делает. А мысль в этот момент очень хорошо работает. И потом он за пять минут выдает такие решения, которые бы мы никак не смогли его заставить, занимаясь каждый день какой-то вот определенной рутинной работой. Поэтому здесь мы очень гибко подходим и к оценке результатов, и плюс еще и к самому процессу. Я абсолютно согласен с тем, что то, чем вы занимаетесь, это абсолютно творческий процесс. И в каждом из направлений, которые есть в вашей компании, это действительно вот такой творческий порыв должен быть у каждого, наверное, вашего сотрудника. Не у каждого. Но у большинства. У большинства. Если прям все будут, каждый будет идейный и порывный, тогда мы, к сожалению, не сможем двигаться вперед. Наверное, самая большая мотивация для каждого сотрудника, в принципе, как и для многих сторонников технологии, это сопричастность к великому. Это мое субъективное мнение. Я думаю, что без такого чувства сопричастности к тому, что создается что-то новое, то, чего еще никогда не было, уверен, что именно это мотивирует большинство ваших коллег. Я тоже в этом уверена и могу сказать, что очень много сотрудников действительно являются нашими большими сторонниками. Ответ принимается. Какой вы видите вашу компанию через 5 и через 10 лет? Я все-таки надеюсь, что у нас останутся возможности быть сопричастным каждому абсолютно сотруднику в нашей компании и каждой задачи, которая стоит перед этим сотрудником. Большинство компаний, когда вырастает компания 5000+, там уже, получается, директора немножко оторваны от ежедневной, рутинной работы. И вот этого я боюсь больше всего. Я все-таки хочу непосредственно участвовать в каждом абсолютно решении и в каждом абсолютно процессе в нашей компании. Поэтому я все-таки думаю, что мы сумеем сохранить вот этот вот дружественный коллектив, который вот сейчас у нас есть. Мы со своей стороны хотим вам пожелать такого роста, такого масштаба. И мы глубоко убеждены, что вы с этим масштабом справитесь, потому что первое КБ это было десятки человек. Сейчас это уже сотни, скоро это будут тысячи. И в недалекой перспективе, я уверен, что компания придет к тому, что у нее будет собственный институт, собственный научно-исследовательский центр. И стремительными шагами вы к этому идете, и это будет реализовано. Спасибо вам большое за такие теплые слова. Мы обязуемся не подвести ваши чаяния и надежды. Благодарю. Спасибо большое. Успеха вам.